Иван Алексеевич Бунин. Рассказ Таня. Этот рассказ был закончен 22 октября 1940 года во Франции, в эмиграции, как раз в день 50-летия писателя. Итак, Таня. Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой. Ей шел 18-й год. Она была невеликоростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой, слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая, или зимой в валенках. Ее простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безрассудно. Жизнь вел скитальческую, имел много случайных любовных встреч и связей, и как случайно отнесся и к этой связи с ней. Как об их общем заветном прошлом. Он сперва и не верил, верил, не верил. Неужто правда ты не притворилась тогда, что спишь? Но она только раскрывала глаза. Да разве вы не чувствовали, что я сплю? Разве не знаете, как ребята и девки спят? Если бы я знал, что ты правда спишь, я разве тронул бы тебя? Нет. Ну, а я ничего, ничего не чуяла, почти до самой последней минуточки. Только как это вам вздумалось прийти ко мне? Приехали и даже не взглянули на меня, только уж вечером спросили. Ты, верно, недавно нанялась? И тебя, кажется, Таней зовут? А потом сколько времени смотрели, будто без всякого внимания. Значит, притворялись. Он отвечал, что, конечно, притворялся, но говорил неправду. Все вышло и для него совсем неожиданно. Он провел начало той осени в Крыму, а по пути в Москву заехал к Казаковой. Прожил недели две в успокоительной простоте ее усадьбы и скудных дней начала ноября. И забрался было уже уезжать. В тот день, на прощание с деревней, он с утра до вечера ездил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и голым перелеском. Ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый, голодный. Съел за ужином сковородку битков в сметане, выпил графинчик водки и несколько стаканов чаю, пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном муже и о своих двух сыновьях, служивших в Орле. Часов десять дом, как всегда, был уже темен, только горела свеча в кабинете за гостиной, где он жил, приезжая. Когда он вышел в кабинет, она со свечой в руке стояла на его постели, на такте, на коленях, водя горящей свечой по бревенчатой стене. Увидав его, она сунула свечу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон. — Что такое? — сказал он, оторопев. — Постой, что ты тут делала? — Клопа ожгла, — ответила она быстрым шепотом. — Стала оправлять вам постель, гляжу, а на стене клоп. И со смехом убежала. Он посмотрел ей вслед и, не раздеваясь, сняв только сапоги, прилег на стеганное одеяло на тахте, надеясь еще покурить и что-то подумать. Засыпать в десять часов было непривычно. Но тут Чарльз заснул. На минуту очнулся, беспокоясь сквозь сон от дрожащего огня свечи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад, полным света стояла осенняя лунная ночь, пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в сумерке возле тахты туфли и пошел в соседнюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо. Поставить ему на ночь, что положено, забыли. Но дверь прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освещенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большие бревенчатые сенцы. В этой прихожей против высокого окна над старым рундуком была перегородка, а за ней комната без окон, где всегда жили горничные. Дверь в перегородке была приотворена. За ней было темно. Он зажег спичку и увидал ее спящую. Она назначь лежала на деревянной кровати, в одной рубашке и в бумазейной юбчонке. Под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были заголены до колен, правая рука откинута к стене, и лицо на подушке оказалось мертвым. Спичка погасла. Он постоял и осторожно подошел к кровати. Выходя через темные сенцы на крыльцо, он лихорадочно думал, как странно, как неожиданно. И неужто она и правда спала? Он постоял на крыльце, пошел по двору. И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор. Напротив сарая, крытые старой окаменевшей соломой, скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами на северном небосклоне медленно расходятся таинственные ночные облака. Снеговые мертвые горы. Над головой только легкие, белые, и высокая луна алмазно слезится в них. То и дело выходит на темно-синие прогалины, но звездные глубины неба и будто еще ярче озаряют крыши и двор. И все вдруг как-то странно в своем ночном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющего. И странно еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный, осенний мир. Он присел возле каретного сарая на подножку тарантаса, закиданного засохшей грязью. Было по-осеннему тепло, пахло осенним садом. Ночь была торжественно, бесстрастно и благостно, и как-то удивительно соединялась с теми чувствами, что унес он от этого неожиданного соединения с полудетским женским существом. Она тихо зарыдала, придя в себя, и как будто бы только в эту минуту поняв то, что случилось. Но, может быть, не будто бы, а действительно, все тело ее поддавалось ему, как безжизненное. Он сперва шопотом побудил ее, «Послушай, послушай, не бойся!» Она не слыхала или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцеловал ее в горячую щеку. Она никак не отозвалась на поцелуй, и он подумал, что она молча дала ему согласие на все, что за этим может последовать. Он потихоньку разъединил ее ноги, их нежное горячее тепло. Она только вздохнула во сне, слабо потянулась и закинула руку за голову. «А если притворства не было?» — подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь. Когда она зарыдала сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала ему, но и восторга, любви. Стал целовать ее в шею, в грудь, все упоительное, пахнущее чем-то деревенским, девичьим это тело. И она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом, крепко и тоже будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Кто он, она еще не понимала в полусне, но все равно это был тот, с кем она в некий срок впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость, обоюдная, совершилась и уже ничем в мире расторгнута быть не может. И он навеки унес ее в себе. И вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое светлое царство вместе с нею и вместе с этой близостью. Как же он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно, забывать ее милый, простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, то всегда любящие, преданные глаза? Как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей? На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила, «Что-то ты такая, Таня?» Она покорно ответила, «Мало ли у меня горе, барыня». Казакова сказала ему, когда Таня вышла, «Да, конечно, сирота, без матери, отец нищий, беспутный мужик». Перед вечером, когда она ставила на крыльце самовар, он, проходя, сказал ей, «Ты не думай, я тебя давно полюбил, брось плакать, брось убиваться, этим ничему не поможешь». Она тихо ответила, смаргивая слезы, и суяв в самовар пылающие щеки, как бы и правда полюбили, все было бы легче. Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы не смело спрашивая взглядом, «Правда?» Продолжение повествования следует. Это была первая часть. Субтитры создавал DimaTorzok